Новорожи Не ворожи печаль, на ворожи любовь, на ворожи, на ворожи судьба. Разделила нас река, вот тебе моя рука, хватит строить замки из песка. Если вдруг откажешь мне, снова попрошу, на ворожи судьба. Неожиданно отменяется. Боб должен помочь Линде и матери найти Анатолия. Олежку выписывают из больницы. У Екатерины Васильевны Лиза и Олежка встречают Таню. Известие о болезни Бронникова вынуждают Лизу оставить сына на попечение гущиной. Шматов-старший приводит Анатолия домой. К Анатолию постепенно возвращается память. Он вспоминает отца и свои детские годы, проведенные в этом доме. Когда родился Анатолий, мне было не до него. Да и вообще не до детей. Я тогда карьерой занимался, своей карьерой. Сейчас ты понимаешь, что все суетает Лен. Да, вот только этот велосипед. Это вы о чем? Да, о велосипеде, который я ему тогда купил. Он это, кстати говоря, очень хорошо помнит. Представляете, вспомнил. Вспомнил, как я его учил кататься. Как я его тогда крепко, крепко держал. Потом отпустил. И он поехал самостоятельно. Вот он так ехал. А я смотрел на него и гордился. Гордился своим сыном. Я понимаю вас. Роман Викторович, а вы не боитесь, что все его воспоминания... Судьба подарила мне шанс. И я сейчас могу сделать для него то, что не смог сделать за всю предыдущую, и его, и свою жизнь. Главное, что он мне верит. Ты понимаешь, он мне безгранично верит. И вот это самое важное. И я своей цели добьюсь. С вашей энергией, с вашими финансовыми возможностями... Да что это деньги? Деньги это мусор. Для тех, у кого они есть. Есть они, нет их. Какая разница? Главное, что мой сын станет таким, каким я всегда хотел его видеть. Нет, я не могу здесь вот так сидеть, ожидать непонятно ничего. Лидия, подожди, куда ты пойдешь, а? На улицу. На какую улицу ты пойдешь? Ну, на улицу, куда угодно я пойду. Я тебя прошу, успокойся. Я тебя... Кого ты встретишь? Где ты встретишь, Толика? Давай оставим эмоции. Слушай, оставь меня, я сама во всем разберусь. Витя, я тебя прошу, что, мам? Куда ты пошел бы на месте Толика? Мам, я не знаю, я домой бы пошел. Домой? Кому домой? Господи, как же я сразу-то об этом не подумала. Действительно. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, а вот, ты посмотри, помнишь, вот вы с Борькой на даче Вон, чумазы измазались, как чертинеты А где Борис? Где мама? Толя, Бориса и мама нет. Они ушли А где они? Мне бы хотелось к маме Ну, они ушли, и они уже больше не вернутся. Они совсем ушли Как? Они меня бросили? Ну, они не только тебя. Они меня бросили. Они нас, наверное, разлюбили Ну, ну, не расстраивайся, не расстраивайся. Не расстраивайся. Я ведь тебя никогда не брошу Зачем же они это сделали? Они нехорошо поступили. Нехорошо. Они нехорошие Так, господи. Митя, подожди. Я, кажется, забыла телефон. Так, билет. Билет. Паспорт. Лиза. Паспорт. Ну, успокойся ты. Успокойся. Ты все взяла. Мы проверяли же Да. Я все взяла. Лизонька, как только приедешь, ты сразу нам позвони. Хорошо? Да, я... Расскажешь нам, как там Бронниковы. Мы тебе расскажем, как у нас дела, как Олежка себя чувствует Ну, успокойся. Дорога, ты знаешь, все-таки таможня. Тебе еще силы набираться Митя. Катерина Васильевна, я забыла книжку ему купить Ну, Лизой, не беспокойся. Ну, купим мы книжку. Ну, конечно, купим Ну, мультики купим. Ну, перестань Ну, давай, Лиза. Спасибо. Ну, перестань. Ну, я так давно мечтала посидеть с ним Ну, а сейчас мы будем с ним блинчики купить. Ну, играть, бегать Ну, и правда. Екатерина Васильевна, бегать вам не скоро будет Так, будет. Лиза, будет. И в это нужно верить. А ему нужна очень смелая и веселая мама. Понимаешь? Да. Так что не переживай Все. Я не переживаю. Все. Только вот, по-моему, я деньги забыла Не забыла. Они у тебя в дом? Нет, все. Да. Взяла, взяла. Взяла. Все, успокойся Войдите Ну, ходите же. Кто это? Привет Стася? Вот так сюрприз Ты чего под дверью скобьешься? Ну, Паш, я как-то в айти не решалась Не похожа на тебя Ну, знаешь, я вообще на себя не похожа сейчас Я пришла к тебе с небольшой просьбой С просьбой? Угу. Я ведь давно тебя ни о чем не просила. А мы, в конце концов, с тобой не чужие люди Чужие стать Сейчас совсем чужие люди И то, что было между нами Я бы хотел его поскорее забыть Паша А я тебе напомню И напомню не только тебе, но и кое-кому еще Ты чего же? Шантажировать меня вздумала? Да шантажировать, да что ты, Пашенька Нет, у меня просто к тебе есть маленькая просьба А я не хочу выполнить твои просьбы Хочешь, Паш, хочешь Ты ведь делец А мое предложение очень выгодно для тебя Здравствуй, бабушка Ой, здравствуй, моя хорошая Что читаешь? Вот что читаю Шарлотта Бранте, у меня тоже такая книжка есть Ой, да это твоя книжка-то Когда вы с Борисовым собирались, вы оставили много вещей Ну, как вам живется на новом месте? Хорошо Парк рядом, тихо очень И квартира солнечная А что-то мне кажется, настроение у тебя не солнечное Случилось что-то? Я всю ночь не спала Что-что? Я всю ночь не спала А, ну так это Молодоженом не спалось на новом месте Нет, бабушка, я не об этом Ника, ты у тебя глаза заплаканные, что ли? Никуша Маленькая моя, что случилось? Опять с Бобом что-то? Наверное, что-то случилось Он не пришел Я не знаю, где он О, Господи Ну, ничего страшного Вы Помиритесь Поссоритесь Помиритесь Ну, вы же друг без друга жить не можете Это ж понятно? М? Никуя Аж каждую ошибку можно исправить Никуша Самая большая ошибка То, что я вышла за него замуж Ну, договорилась Господи, это что ж такое? Ну, собственно говоря, действительно А что я у Олежка с вами? Я могу быть за него спокойна Ну, конечно, Лиза Ну, не волнуйся Я написала список продуктов На которые у Олежки аллергия Вот, Господи, куда я его положила Лиза, Лиза Ну, я все помню Да, вот, передай А, так, что еще? Если что-то случится Вы мне сразу звоните на мобиль Лиза, Лиза Ничего не случится Ты поняла? Ничего не случится Все будет хорошо Ты давай, передавай Броненька вам привет И скажи, что главное не сдаваться Мы теперь это точно знаем Да, мам? Да, я обязательно все передам И как сразу дядя на поправку Я домой к вам Лизонька Ты там сейчас нужнее Ну, пойми А здесь мы и так без тебя справимся Мы все-таки втроем-то справимся с одним пацаном Да, действительно Ну, ладно, Митя, ты бери Береги Олежку, пожалуйста, хорошо? Давай Все, Екатерина Васильевна, ну, я могу не волноваться Ну, все, давайте, все Давай Пока Ну, что, мам, не будем ждать отправления Давай побежим домой к раэшке Митя, а куда спешите? Погода хорошая, давай погуляйте Книжку купим Ну, давай Пойдем Папа, ты купишь мне машину? Ну, у нас же есть машина, сынок Мерседес Ты же на нем, помнишь, сюда приехал? Я не хочу Мерседеса Хочу пожарную машину Ну, ладно, ладно Хочешь пожарную, значит, купим пожарную Слушай Толь, а давай тебе принесу Железную дорогу Помнишь, вы в детстве в сборе играли? А? Там еще рельсы такие Паровоз по ним ездил И гудел Помнишь? Сейчас принесу Помню Мы в сборе играли Паровоз гудел Я передвигал вагончики А он ехал Ехал Вот Но Ольга был маленький Он Он нехороший Он бросил меня Я не хочу с ним играть Я буду играть с Герой С каким Герой? С Герой С моим другом А, помнишь Герку? Это хорошо Хорошо Вспомнил Мы его скоро в гости К себе пригласим Если он не придет 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 Куда он денется? Придет И он будет играть с нами? Конечно будет Мы еще с ним Поиграем Поиграем Подожди, ты уверен, что Толя у него? Да почти уверен Ну а что мы будем делать? Что мы скажем Шматову? Линда, ничего не будем говорить Просто заберем Толика и все Ты так говоришь, как будто не знаешь своего отца Линда, в том-то и дело, что я его очень хорошо знаю Только я одного не могу понять Зачем ему Толика? Не верю я в эту проснувшуюся отцовскую любовь Понимаешь, не верю Ну откуда ты знаешь? Толя все-таки его сын Может, ему стало стыдно за то, что он с ним сделал? Ну что? Да ему отцу стыдно Ты не смеши меня Ладно, пойдем Ну, по крайней мере, выгода Я в этом точно никакой не верю Да какая разница, выгодно ему или стыдно? Пойдем и поговорим Ну ничего себе, какой красивый крокодил Это не крокодил Не крокодил? Ящерица? Нет? Динозавр Нет, тетя Таня Это турбозавр Большой хищник Он был в конце милового периода Ну ничего себе познание Ну конечно, я вспомнила Турбозавр Ну как же за вылитый турбозавр? Очень похож Тетя Таня, а почему вы домой не идете? Ну Я побуду с тобой немножко Пока папа с бабушкой провожают маму на вокзал А когда папа вернется? Да скоро вернется Проводит маму и приедет, я думаю, через час Ян сына Слушай, а давай мы с тобой можем Хочешь книжку тебе почитаю? А можем, я видела там кассеты, можем мультики посмотреть Хочешь? Тетя Таня Что? А почему вы моего папу забрали? Да, вот и уехала Лиза Да, и бедникой, наверное, сейчас Тяжелее всех Вообще-то здорово ее успокоила Спасибо тебе, я бы так не смог Митя, ну не придумывай Со мной бы она Олежку никогда не оставила Думаешь? А вот тебе она полностью доверяет Ой, кстати, я обещала купить ему книжку Да? Угу Ну давай тогда быстренько только купим домой Вообще нужно было такси взять Ну ладно, перестань, ну что ты Ну замечательно прогуливаемся Ой, кажется, тысячу лет мы с тобой вот так вот не гуляли Все какие-то дела, суета, суета Ну вообще-то я очень переживаю, мам Там ведь Олежка с Даней одни остались Не одни, а вдвоем В смысле? Ну в смысле то, что им давно пора поближе познакомиться Ну давай не будем им мешать, ладно? Давай Ну что, за книжкой? Угу, пойдем Ну, видишь как, во Ту-ту-ту-ту-ту У-у-у Ха-ха-ха Видишь? А ну как? Нравится тебе суп? Я не хочу суп Я люблю мороженое Ну Толечка, надо съесть еще ложку супа Я сам Ну хорошо, давай сам, сам Вот, молодец Давай, давай Давай, о Молодец, скоро поправишься Сынок Ну-ка, быстренько Иди отсюда Я еще не доел, чего иди? Иди, иди, иди Там пришли плохие люди Они могут тебя от меня забрать Иди, иди А что, как это они заберут тебя? Иди, спрячься и сиди тихо, понял? Иди, иди Давай, давай Давай, давай, давай Быстро Магда Тихо, тихо, тихо А где Магда? Иди, иди Папа тебя не отдаст плохим людям Иди, иди Магда защитит нас Иди, иди, иди Иди Не говори ерунды Вы с Бобом созданы друг для друга Он не для меня создан Он создан для того, чтобы по первому звонку мчаться кому-то на помощь О, Господи Ну, расскажи, что случилось Он опять оставил меня одну В чужом доме Ничего не объяснил, просто исчез Вот парень, а Верен себе Ника, ну, наверное, у него есть причины У него всегда на все есть причины А я из-за него ушла из дома Ты понимаешь У него, его семья А я для него не семья Семья, Никуша Семья, конечно Но наберись терпения Терпение и понимание Это очень важно Для того, чтобы жить вместе Терпение и понимание Терпеть его выходки И понимать, что ты ничего не можешь сделать Я так долго не протяну Да протянешь, если хочешь сохранить свои отношения с Бом Ника, или ты хочешь повторить судьбу своей матери Нет Вот этого я точно не хочу Ну, так а тогда о чем речь? Отец у себя? Понятно Спасибо Надо же, кто пришел Какими судьбами? Где он? Очень рад вас видеть Он у тебя? Кто? Анатолий А ты что, не в курсе? Толя же серьезно заболел Он сейчас находится на лечении Я ему нанял лучших специалистов Ну, перестаньте поясничать Я-то знаю, что это за специалист Так Ну, говорите Зачем же вы С какой целью пришли в мой дом? Толик пропал Он был с нами, а потом куда-то исчез Может быть, надоело ваше общество, да? Ты можешь нормально ответить? Он у тебя? А почему я должен тебе отвечать? Здравствуйте, Гера Здравствуй, Гера Я рад, что тебе нравится мой подарок Да, забавная безелушка Такая же легкомысленная, как наши с тобой бывшие отношения Мои отношения, может быть, и бывшие Вот мои чувства к тебе Настоящие Признайся, что тебе нравится моя настойчивость Да это уж не настойчивость, это назойливость Так значит, с Соболем у вас все хорошо Идовый месяц, и там, ну, все такое прочее Ну, да, да, все такое прочее Комплименты, цветы, ужин в ресторане Правда, не только это Что же еще? Да Вчера, вчера говорился Назвал меня именем своей любовницы Ну, так что, Паш, тебе интересно мое предложение? Что тебе нужно от меня, Стаси? А, всего лишь маленькой женщине Нужна посильная помощь У тебя что, плохо с деньгами? Нет Паш, извини за банальность С деньгами очень хорошо А без денег кое-как плохо Это, как раз, именно мой вариант Ты хочешь, чтобы я тебе дал денег? Ты знаешь, может быть, я и создаю ложные впечатления Но у меня есть гордость Денег от тебя мне не надо Ну, тогда что тебе от меня нужно? Паша Возьми меня на работу Ты понимаешь, о чем ты меня просишь? А ты понимаешь, от чего ты отказываешься? Я могу быть тебе очень полезной Интересно Каким это образом? Тебе интересно? Можем считать, что наше собеседование началось Да? Мама, а ты хочешь, чтобы Таня подружилась с Олежкой? Ой, Нитенька Я так думаю, что О дружбе говорить еще слишком рано Я просто хочу, чтобы они поближе узнали друг друга Да мне кажется, Олежка у нас У нас умница И он должен подразиться стать Да, в этом-то я как раз не сомневаюсь А что ты? Ты думаешь, что он будет на нее зриться? Да что ты, Митя? Олежка у нас славный Вот только мне что-то кажется, что он стал очень взрослым Не по возрасту Ну подожди, из-за чего же ты тогда переживаешь? Митенька, я сейчас из-за всего переживаю Из-за вас, из-за тебя с Олежкой Из-за Таней с Лизой, конечно Сейчас важно, чтобы Тане хватило ума Не ревновать с себя к Олежке Мам, ну прости меня, конечно, но по-моему ты говоришь глупости Митя, поверь мне, твоя мама говорит правильные глупости Ну не обижайся, пожалуйста, Мам Я не обижаюсь Вообще, я очень рада, что все вы у меня есть Вообще, хватит с меня одиночества Кажется, ты еще переживаешь по поводу Соболя Я вообще не понимаю, ну как мог один человек Испортить жизнь стольким людям Ну не надо, Митя, ну не злись-то на него Если бы не Паша, не вся эта ситуация Я до сих пор бы не поняла Что для меня самое важное в жизни Что, мам? Ну что, что вы Вся моя семья Конечно, ты, Олежка, ну и Таня с Лизой Пойдем за книжкой Пошли Ты знаешь, что он просил купить ему Чего-нибудь по динозаврам Ну давай Олег, я не забирала твоего папу Ну он же меня любит, тогда почему он ушел? Все правильно, он тебя любит Ты для него самый дорогой, самый близкий человечек на свете Понимаешь? А вы для него кто? Я? Я его друг Но я его очень, пойми меня, я его очень люблю Мама его тоже любила Я понимаю Просто Ты тоже должен понять Что Это взрослая жизнь И не все так просто Как тебе кажется Понимаешь? Не все так просто Да-да, ты еще маленький Не все так просто Когда ты вырастешь, ты все поймешь, да? Я вовсе так не считаю Зря ты так Вот я смотрю на тебя Я вижу умного взрослого парня Ты настоящий мужчина И ты должен меня понять Главное Что я люблю твоего папу Понимаешь? Я его тоже Ну вот видишь Ты его тоже любишь У нас с тобой много общего А еще я люблю мороженое А ты? Я тоже люблю И на какую должность ты претендуешь? Ну что-нибудь очень скромное И очень ответственное Например Помощник директора Как тебе? На должность промощника директора А почему вы уверены, что Вы сможете достойно справиться с этой работой? А потому что я Компетентна Профессиональна И очень хорошо знаю коллектив Коллектив Это любая героя Именно Я буду у тебя работать И они постоянно будут у меня перед глазами Ты думаешь, что я буду в шпионе за Любой? Да я уверена в этом Ты же ей Пашенко до сих пор до конца не доверяешь Так ведь? Все тоже женщины знаете Ну так что? Я принята на работу? Я смотрю Тебе действительно нужна работа Да Мне очень нужна эта работа Но больше всего Мне нужен Гера Ну и так Что же вам все-таки от меня надо-то, а? Отец, только давай не будем разыгрывать сцены Иван Грозный убивает сына, хорошо? У меня, к сожалению, нет больше сына А я не навязываюсь Но у тебя есть старший сын И я пришел его забрать Нет у меня Детей Понятно тебе? Ну, в этом ты уж сам виноват Я вас с Анатолием не бросал Вы это сделали сами Отец, а не слишком ли суровое наказание Превратить сына в идиота Ты со мной так же поступишь? Ты себя сам накажешь Детка, все гораздо проще У мужчины должен быть дом Куда ему хочется возвращаться А я должна наварить борща Надраить полы И ждать его у окошка Совершенно верно Ждать его у окошка с борщом Иди домой, Ника Иди Иди Да, конечно, я пойду Конечно Ну, куда я без него? Вот именно Только, можно, я немножко побудусь Ой, поспи, конечно, господи Только бабушка Маме с папой ничего не говорили Ну я что, сумасшедшая? Нет, конечно Бабушка Ты не знаешь, что лучше Молодой быть Со страданиями Или старой и спокойной Ты у меня такая мудрая Да Я тебя люблю И я тебя люблю, детка Закрой глазки Поспи Ну что, еще мороженого? У-у Точно? Угу Ну и правильно А то у нас горло заболит И папа нам голову открутит Ага С больным горлом, да? Да Вместе с больным горлом Ну что тогда будем делать? Давай еще немножко порисуем Можно я тут к тебе поближе? Угу Я посмотрю? Да Интересно, какой большой А это что за завр? Это пелозавр Пелозавр И еще его называют Гигантский завр Надо же, пелозавр Ммм Какой страшный Ну, в самом деле Он ест только траву А мясо вообще не ест Угу И он вообще не страшный Ну, прямо как я Правда? Тетя Таня Чего? Мне это нужно Что? Ну, это В туалет хочу В туалет Так Ну Что же Сейчас Опа, малыша Господи, вот за что Я его люблю За то, что он все время Вовремя появляется Митя Ну, может он Оговорился и назвал Тебя ее именем Потому что он все время Перед собой видит ее Так же, как я В любой женщине Вижу тебя Да нет Ну, просто ошибся Может быть вы оба ошиблись Когда вы решили реанимировать Вашу Мертвую любовь Ну, зачем это? Ну, посмотри Ну Вот она моя любовь Она рядом Она настоящая Она живая Ну, я не знаю Гер Ну, все какое-то Сумасшествие какое-то Просто безумие какое-то Безумие Это то, что ты делаешь Со мной Я не в силах Больше с этим бороться Я Я не могу без тебя Добрый день Я не помешала? Кто ты вообще такой Без меня? Привык, понимаешь К легкой жизни В нашем доме Все было у тебя И положение И деньги Бизнесом занимался А сейчас Кто ты такой? На хлебник Соболя О, отец А ты меня, оказывается Совсем не знаешь Я никогда не был И не буду на хлебник И с Никой Мы сейчас живем отдельно А как ты собираешься Ее обеспечивать? Вот интересно Она ведь девочка С запросами Непростая А это не твое Ну, скребешь На ее эти самые Салоны и маникюры, а? Это не твое дело Ладно, пошли отсюда Пошли Да, не мое дело Теперь все Не мое дело Никого у меня нет Ни Анатолия Ни тебя Ни мое дело Заходить почаще Не предлагаю Таня Да Ой Ну как? Как Лиза? Как Лиза? Переживает за Олежку Ну, зря Ничего с Олежкой страшного Не случится без нее Он удивительный малыш Ну как ты с ним справляешься? Ой, хорошо Мне кажется Я ему понравилась Ты видишь? Да А я был в этом уверен Да знаете, я тут подумала Ну, может быть Ему какое-то время пожить у нас Как? Вы хотите собрать его от меня? Зачем? Если замечательно справляюсь А если мне понадобится помощь Я спрошу ее у вас Ну, просто Сейчас Вот как я вижу Ему нужна мужская помощь Каждый день Нет, Танюш Ну, мне кажется, что Сейчас Олежке будет лучше С бабушкой Правда Откуда ты взялась? Я же предупреждал тебя Чтобы ты здесь не появлялась Герочка А я не к тебе пришла А к кому? Уж не ко мне, Лев Именно к вам, Любовь Александровна Мне к вам Павел Андреевич отправил На растерзание? Нет На подписание Он просил передать вам документы на подпись Не, я сегодня точно сойду с ума А почему документы на подпись носишь ты? А потому что с сегодняшнего дня Я буду работать с вами Ну, может быть, все-таки стоит спросить Олежку Он не маленький, не младенец Он имеет право сам решить Где ему лучше Ну, может быть, я не так формулирую Просто Мне кажется, мы с Митей могли бы ему больше внимания уделять Нас двое Нам было бы легче справляться с ним Танюш, ну, мне кажется Да нет, я уверен в этом, что Олежка захочется остаться со своей любимой бабушкой Правда, мам? Ну, правда, Таня Ну, не в радость забыть об Олежке А потом, понимаешь, мне сейчас очень тяжело быть одной Мам Я тебя прекрасно понимаю Знаете что? А давайте в ближайшие выходные мы Устроим пульпоход Ну, в музей, допустим, сходим Ну, в какой? Ну, Олежка у нас любит рисовать Давайте сходим в Третьяковку А точно Давайте втроем сходим в Третьяковку Толя, ты где? Они ушли? Ушли Ну, выходи, выходи Ну, что ты спрятался? Хорошо Хорошо, что они ушли Я боюсь плохих людей Да не бойся, не бойся Никто тебя не обидит, пока папа рядом Не бойся Скажи, скажи мне А кто они, эти плохие люди? Это приходил твой брат Брат? Бывший Он нехороший, наверное Да, он очень нехороший Я его не люблю, а тебя люблю Ну и хорошо, спасибо Спасибо, сынок Спасибо Хочешь поиграть со мной в паровозе? Ну, давай поиграем Будешь машинистом Ну, что? Зря мы туда пошли Да почему же? Во-первых, потому что твой отец Отъявленная дрянь И не надо было сюда ходить, чтобы лишний раз в этом убедиться Да А во-вторых А во-вторых, я понятия не имею, где теперь искать Толю Зачем его искать? Слушай, Боря, я понимаю, ты немножко не в себе после всех этих разговоров Неужели ты не понимаешь, что мы его нашли? То есть, как это мы его нашли? А так Он у отца Понимаешь, я в комнате увидел игрушку старую Толькину Но я не думаю, что отец в нее играл Ну, к чему мы с Ланей? Да надо идти туда Линда, стой! Ну, что ты ему сейчас скажешь? Или ты будешь с ним драться? Прости, но у вас разные весовые категории Черт Ну, что делать-то, Боря? Что делать? Успокоиться Успокоиться и Все хорошенько обдумать Что? Ты будешь работать с нами? А что такое? По-моему, мы сработаемся У вас здесь такие тесные, неформальные отношения Я тоже так могу Да, вот уж не думала Не ожидала от Соболи, что он возьмет на работу такую глупую непрофессиональную выскочку Люба, не надо так нервничать Это прибавляет морщин Вы знаете, я тоже не ожидала, что он предложит мне эту работу Но условия оказались такими Выгодными, что я не смогла отказаться А что же за выгодные условия? Ну, в основном Это хороший коллектив Теперь и дома, и на работе Герочка, мы будем с тобой вместе Здорово, правда? Боб, ты уверен, что Толя у него? Не знаю Но вот игрушка Она у меня не выходит из головы Ладно, хорошо Что она из себя представляет? Тут целая история Понимаешь, когда мы были маленькими Наш отец Отвел нас на ВДНХ Там была выставка о достижении техники И мы увидели с Толиком Чумовой макет железной дороги Ну и вы, конечно же, попросили отца его вам подарить Купить Нет, конечно Понимали, что Макеты не подаются с выставки Ну, мы с братом решили ее сами собрать Понимаешь? Но ничего не получилось Ладно, хорошо Это все понятно Чем закончилась эта история? Красиво закончилась Как-то под Новый год Отец Нам принес эту дорогу Не знаю По каким-то своим связям Где-то он ее там нашел Достал Не знаю, сколько этому стоило Счастья не было предела Но только кроме нас с Толиком Никто не мог ее собрать Улавливаешь Лобику? Угу Значит, Толя дома Вполне возможно, что Толик дома Потому что я не думаю Что отец ударился в сентиментальности И достал эту железную дорогу Из кладовки Слушай, ну Значит, надо идти Надо пойти и вытащить его оттуда Надо это сделать сегодня Потому что завтра, может быть, уже поздно Линда А я не уверен, что Толик захочет оттуда уйти Не просто так его туда отец заманил Ни в коем-то Еще немного Достали Как иначе Вах Ваш 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 Субтитры создавал DimaTorzok